Девушки отдыхают Чтобы выполнять макияж, нужно обязательно проанализировать состояние кожи и общие черты лица. В данном случае у моей модели есть проблема расширенных пор на Т-зоне и на щеках, поэтому макияж начинает с нанесения базы, которая выравнивает текстуру лица и скрывает расширенные поры. После того, как текстуру мы выровняли, я начинаю нанесение тональной основы. В данном случае я выбираю тональную основу более плотного покрытия, так как макияж будет достаточно насыщенным, поэтому нам нужна очень хорошая база, прикрывающая любые недостатки, на которой позже макияж глаз будет выглядеть органично. Наношу тональную основу я более вбивающими движениями с помощью влажного спонжа. Что касается консилера, то изначально мы наносим консилер в зону под глазами, можно его растушевывать непосредственно спонжем или кистью, все зависит от того, насколько чувствительны у вас глаза. В данном случае кисть работала лучше. Теперь всю нашу работу нужно обязательно закрепить, особенно это касается консилера. Я наношу рассыпчатую пудру довольно плотным слоем, после этого я оставлю ее на лице на минуту или на две, после чего мягкой пушистой кистью смахну остатки. Таким образом текстура кожи выравнивается и мы получаем идеальную поверхность. Брови в этом макияже занимают тоже очень важную роль, так как макияж глаз будет достаточно насыщенным, нам ни в коем случае нельзя забывать про брови. Поэтому я буду прорабатывать полностью всю бровь и возможно даже слегка менять ее форму, делать ее немножко толще. Именно такая форма брови будет лучше смотреться с этим макияжем. Я добавляю немножко сверху, также выравниваю форму, чтобы она была симметричной и гармоничной. Протягиваю хвостик слегка и перехожу к глазам. На глаза изначально я наношу базу под тени. Она наносится для того, чтобы тени держались лучше. Эту базу мне нужно обязательно закрепить каким-то светлым оттенком теней. Именно такая комбинация продлевает стойкость макияжа. На небольшую плоскую кисть я наношу коричневый оттенок с небольшим бордовым подтоном. И начинаю прорабатывать внутренний уголок глаза и растушевывать тени к центру. То же самое я делаю во внешнем уголке глаза и также растягиваю этот оттенок ближе к центру века. На этом этапе советую работать очень аккуратно, чтобы центр века у нас оставался не закрашенным. На большую кисть карандаш я нанесла бордовый матовый оттенок. И теперь буду соединять внешний уголок глаза с внутренним уголком, но выше складки века. То есть я снова не захожу на центр века, оставляю его пока не закрашенным и работаю только над тушевкой. И соответственно я тоже растушевываю это все кверху, для того чтобы не было жестких границ. Для этого я возьму более пушистую кисть. На кисть я ничего не наношу, просто голой кистью по направлению к брови растушевываю бордовый оттенок. На нижнее веко я наношу тот же коричневый матовый оттенок, который мы наносили во внешний и внутренний уголок глаза. И растушевываю его слегка к низу. Мне нужно дойти практически до внутреннего уголка глаза, но я постоянно подтушевываю этот оттенок к низу, чтобы создать дымку. Теперь на небольшую кисть я возьму ярко бордовый оттенок и совсем слегка пройдусь по коричневому. Это создает большую гармонию между тем, что мы делали на верхнем веке и на нижнем. На верхнем веке я также немножко прохожусь этим оттенком, буквально совсем слегка, но это меняет общую картину. Теперь наступило время проработать наш центр века. Сюда в качестве базы я наношу тени карандаш бронзового оттенка и заполняю всю зону, которая ранее у меня была не закрашена. И теперь на эту кремовую базу отлично наносятся металлические тени, которые создадут очень эффектный блеск. Наношу пальцем, потому что именно этот способ гарантирует очень плотное и красивое нанесение с сильным металлическим бликом. Не забывайте также в процессе подтушевывать любые края, чтобы у вас не было жестких переходов. На маленькую влажную кисть я совсем слегка нанесла золотой металлический оттенок и наношу его на самый центр века. Это создает очень красивый 3D эффект. И также этот же оттенок я нанесу во внутренний уголок глаза нижнего века. Сейчас поделюсь с вами очень интересным трюком. В качестве подводки я буду использовать матовую жидкую помаду. Это отличный вариант, когда вам нужно сделать какую-то цветную креативную стрелку, а подводки такого оттенка у вас под рукой не оказалось. После нанесения в финальном результате никто точно не отличит помаду от подводки. И это также считается безопасным для глаз, поэтому можно не бояться. Золотым карандашом-коялом я прорабатываю нижнюю слизистую века. И это делает этот макияж еще более богатым и праздничным. Заканчиваю этот макияж нанесением туши на нижние ресницы, а также на верхние. Для этого макияжа я выбрала водостойкую тушь, так как она 100% нам понадобится в новогоднюю ночь. И также, конечно, какой новогодний макияж без накладных красивых ресниц. Для этого я использую реснички, которые слегка удлинены во внешнем уголке глаза. И если мы сейчас сравним, то с макияжем глаз кажется намного больше и выразительнее. Заканчиваем макияж лица коррекцией. Для этого я использую стик для контурирования серо-коричневого оттенка. Нанесенный корректор нужно очень хорошо растушевать. Я для этого использую спонж, который я ранее использовала для тональной основы. Таким образом, смешиваясь с тональной основой, получается более натуральный эффект. Для того, чтобы закрепить кремовый корректор, я его дублирую сухой текстурой из палетки. И это в целом делает коррекцию еще более выразительной. Другой стороной кисти, используя ту же палетку, наношу хайлайтер на центр лица и на скулы. Губы в этом макияже также будут очень выразительными. И я начинаю их прорисовку с контурного карандаша красного оттенка. Изначально я очень аккуратно прорисовываю контур губ. А дальше начинаю их заполнять. Это продлит стойкость макияжа губ. Используя всю ту же матовую жидкую помаду, я полностью заполняю губы. Помаду нужно обязательно наносить тонким слоем, иначе она некомфортно начнет ощущаться на губах. Если при нанесении матовой жидкой помады вы себя чувствуете абсолютно неуверенно, то помните, что любые огрешности всегда можно исправить с помощью светлого консилера и маленькой кисточки. Я всегда пользуюсь этим трюком для того, чтобы сделать контур губ максимально четким и острым. После того, как вы нанесли консилер, его нужно очень хорошо растушевать, для того, чтобы он слился с общим тоном кожи. На предыдущем этапе уже в принципе можно закончить этот макияж, но я решила добавить еще одну изюминку, а именно нанесла жидкую металлическую помаду бронзового оттенка на центр губ. Лучше всего наносить такого рода помады именно на центр губ, так как это делает их более объемными и интересными. Также металлический блеск это огромный тренд этого сезона. Как обычно, не забываем подтушевывать края, для того, чтобы у нас не было каких-то жестких линий и переходов. Изначально создавая этот макияж, мне не хотелось наносить румяна, потому что и так достаточно много красок у нас на лице, но после выполнения макияжа я поняла, что лицо кажется слишком бледным, я решила добавить еще легкий оттенок румян бордового оттенка. И после этого образ в целом стал более гармоничным. Субтитры сделал DimaTorzok